так как алиса у нас учится во вторую смену то с утра иногда мы доделываем уроки сегодня у нас был окружающий мир нужно было составить сообщение и вот примерчики алиса решает для того чтобы лучше понимать тему оттачивает в общем решение примеров доченька извини решает дальше но она практически готова осталось только одеться прическу сделать и все и в школу можно идти недавно я открыла для себя подкасты и аудиокниги к сожалению мой ритм и уклад жизни не оставляют свободного места для чтения книг мы живем за городом и съездить в хороший книжный магазин целая проблема на дорогу придется потратить минимум два часа а за это время можно столько всего сделать я обожаю во время уборки дома параллельно слушать подкасты или аудиокниги фоном все-таки книжный язык более подробно описывает те или иные события ситуации так что ты невольно начинаешь рисовать картинку в своей голове погружаясь в сюжетную линию и даже не замечаешь как пролетает время и не зря большинство людей сходятся во мнении что читать книги гораздо интереснее чем смотреть экранизации художественных произведений вот и я того же мнения на данный момент аудиокниги и подкасты это мой мастхэв они украшают мою жизнь делают ее интересной и самое главное я с пользой провожу рутинное время например во время работы в саду или работы по дому сейчас как раз дослушиваю какие планы на рождество автор карен фонд эта история о том что последствия новогоднего корпоратива могут быть просто непредсказуемыми очень интересно в приложении строки много эксклюзивного контента которого нет в других сервисах и которые можно найти в разделах originals originals это книги и подкасты доступные только в строках выпускаются издательством строк а эксклюзивы это книги на которые у строк есть эксклюзивные права выпускаются другими издательствами алису я также подсадила на прослушивание аудиокниг как я считаю это очень полезное занятие сейчас мы слушаем очень увлекательный и атмосферный аудиоспектакль кролы и цаки кролы ростом с пятилетнего ребенка и похожи сразу на кроликов сусликов зайцев и выбор только ходят на задних лапах там такие приключения это настоящий блокбастер для детей ну и конечно же аудиоспектакль гораздо приятнее слушать чем очередного орущего геймера ну вы поняли строках богатый выбор детской литературы и аудиокниг для детей также есть электронные версии учебников для школьников что очень удобно мне нравится пользоваться приложением строки там огромная коллекция книг подкастов аудиокниг и все это в телефоне слушайте читать можно в любом удобном месте и привычном темпе бестселлеры новинки эксклюзивы у книжного сервиса строки очень удобная навигация я бы сказала что все разложено по полочкам книги подкасты аудиокниги по подписке или штучно обязательно скачивайте приложение и воспользуйтесь бесплатной подпиской по моему промокоду мили ванили смотрите как у нас хорошо как тепло лисичка идет меня поприветствовать привет моя девочка привет моя хорошая ой ребят ну прям все нагрелась вот руку я положила на вот это металлическое ограждение прям горячо тимой сладкий мой котеночек тимая любимая девочка так нужно панчики полить и выставить ну что лёша сейчас кушает хотите покажу что холодец уральский ориантовский вкусно тоже хочу попробовать буром горчица вот это очень вкусная сладкая сладкая прям обалденная немножко такая дрененькая прям чуть-чуть совсем сейчас у нас с лёшей рассуждение идут разговоры планы приезжаем в челябинскую я не об этом говори короче смотрите мы думаем сегодня поехать за мамой или не поехать и дело в том что она приезжает очень в неудачное время в 6 утра и в 6 утра ну как вы сами понимаете то есть если мы сейчас выезжаем на лесу допустим забираем 4 вечера 6 часов пути где-то часов 12 мы будем уже в сочи то есть мы заселимся в отеле по сути мы просто рано утром встаем забираем маму и едем в краснодар да лишь что не будем ей говорить да что мы ее встречаем давай сюрприз а я и сюрприз знаешь когда сделай в 5 утра и позвоню когда она будет в самолете а когда юль а если она прилетит раньше или наоборот прилетит позже какой сюрприз тут может быть ну хотелось бы сделать ну ладно доберемся до сочи я ее наберу хорошо она все равно спать не будет она рано-рано утром вылетает но там всю разницу дочь да тогда у нас разница два часа короче я и позвоню тогда когда она будет вылетать нам останется только лечь поспать короче сейчас мысли у нас какие еду я еду едет лёша обязательно и алиса вот едет она или не едет я думаю что она откажется с бабушка с дедушкой остаться потому что во первых потому что она любит путешествовать на машине любит останавливаться на всяких заправочках в общем я думаю что она захочет с нами поехать ждем сейчас когда у алиса закончится школа четыре часа алиса заканчивает учебу и спросим у нее поедет она с нами или не поедет наверное поедет дальше алёша говорит что будем ребенка таскать ну нормально так что я вам хочу показать пока мы никуда не уехали я хочу вам показать василек как вы видите пришли на веночки я сделала заказ это пижамка длинные штанишки тонкий хороший трикотаж аппликация просто безумно качественная посмотрите какая качественная аппликация очень плотный рисунок и симпатичны самое главное жемчуг какие-то камешки красивая расцветка красивое сочетание цветов штанишки кажется будто они вообще из другой оперы но по факту это вот один такой комплект здесь цветочки и какие-то собачки с свинками на голове и здесь цветочки мне нравится как тебе за классно уходить у меня еще васильковский заказала костюм айма бриллиант фиолетовом цвете для алисы размер 42 и представляете я в него вошла сидит отлично мы эти костюмчики обожаем ребят последний раз заказывала размер 46 ну разница по ощущениям конечно ощутимая здесь и грудь более обтянута хотя рейкинсы лично для себя я бы заказала наверное 44 размера в общем заказывайте по своим ощущениям сидит хорошо и 42 44 и замечательно 46 размер этот костюм можно собрать по отдельности то есть вверх можно взять любого размера который вам нужен и также можно взять любого размера леггинсы то есть это просто костюмчик я сама собрала но вот это все продается отдельно заказала себе несколько платьев так как у нас на улице уже тепло можно одевать что-то такое более женственное более красивое немножко тянется а то как наступят теплые деньки все разберут и ничего мне не останется что мне нравится в этом платье что здесь немножко такой спущенный рукавчик рукавчик небольшой такой маленький но мне очень нравится что он пришит и мне такая модель идет нежели если бы у меня был просто вот такой вот рукав например смотрите разница очевидно да что вот такой небольшой рукавчик украшает ручку цвет красивая но мне общественники все расстегивается застегивается может быть не сильно хорошо видно до талии идут пуговки дальше идет шов и платье 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 здесь по низу еще один шов и немножечко такая рюшечка сделано кстати есть карманы платье действительно обалденное классно я взяла в двух расцветках нравится да нет красиво размер 46 но идеально до для дома например другая расцветка кстати напишите в комментариях какая вам понравилась больше идеально подходит под мой браслет из малахита смотрите ну очень красивые платья красивая модель идеально идеально действительно я бы даже на улицу таком вышла с джинсовой курточкой можно носить или просто красивая расцветка и самое главное натуральные материалы приятные к телу очень очень симпатично здесь пуговки такого цвета сделано что они даже сливается с тканью их практически не видно ну и если у вас есть какие-то погрешности фигурки то платье это просто идеально все скрывает мне кажется это такой даже немножко советский пошив когда шили платья и вот они действительно не были не в обтяжку не балахонисты они подчеркивали фигуру но все в меру очень красиво и коленочки прикрыты вот видите вот так было уже ну не то так были женственно красиво и сзади хорошо сидит хотя расцветка любим отлично еще платочек на голову и все и насиновал только если с тобой еще одно платьишко из более плотного трикотажа она чуть короче но тоже коленочку прикрывать на чуть короче хороший v-образный вырез не очень глубокий не очень высокий прям то что нужно это платьишко я заказала в сорок четвертом размере можно было заказывать в сорок шестом сорок втором размере я заказала домашнее платье это для алисы она у нас такие платьишки любит и но показываю на себе потому что алиса сейчас нет в принципе и себе такое тоже можно заказать примерно я теперь представляю как она на мне будет смотреться да я бы заказала наверное все таки сорок шестого размера чтобы она была такой домашний уютный немножко свободная вот ребят смотрите очень хороший принт симпатичный я думаю девочкам понравится трикотаж приятный такой тоненький хорошее платьишко по низу она прямое неплохая длина хорошие платье в сорок четвертом размере очень симпатичная стильная расцветка она отрезное прямо вот под грудью можно сказать практически под грудью и дальше она идет ярусами не очень длинная прямо до коленочки ну немножко прикрывает у меня рост метр шестьдесят и вот примерно смотрите какой она длины хороший рукавчик расцветка действительно очень симпатичная она без пуговок без застежек за счет того что она ниже груди уже начинается такое свободное она одевается просто как футболка мне это очень нравится лишь как тебе такой комплектик для дома отлично отлично очень красивая футболочка все на контроль не только еще не глазами были на 2 помнишь ну как будто ты уже ходила в нем нету такого нет меня такой не было классный кармашек он реальный немного туговато мне рукава прям совсем чуть-чуть можно было и 48 размер заказать вот имейте ввиду вот эта моделька она вот так сшита то есть заказывайте еще на размерчик побольше шортики на широкой резинке сделаны под спор с небольшими такими выемками хорошие трикотажные легкие шортики для дома идеальный вариант мне очень нравится выглядит симпатично необычно и мне кажется что мне идет заказал алёша ребят я заказал алёша очень классный костюмчик такой по моему заказывала моя мама любя если я не ошибаюсь такой только у меня и у майкла джексона смотрите сзади надпись стопроцентный хлопок футболка такая свободная но мне нравится модель футболки очень шорты немного со спущенной мотней тебе вообще удобно лишь я не ощущаю прикольно да то есть она ну не будет точно сковывать движение шорты главное еще на завязочка вот все костюмы которые или мне брала у василька вот такие вот футболка шорты я все таска вот прям затаскиваю их выкидываем заказываем новые ну я их прям таскаю таска дома я в них постоянно таскаю процентный хлопок просто идеальный вариант для дома кто бы что не говорит а главное недорого недорого до качественные вещи как будто мы поедем сюда уже так ребят просто идеальный костюм для поездки в сочи очень первое ощущение очень приятный внутренний слой начес невероятно мягкий просто шелковистый я дело мне даже не охота снимать классный костюм я тоже его собирала из разных частей то есть это кофточка и сейчас покажу вам штанишки все заказывала в сорок четвертом размере для меня это просто идеальный вариант до этого костюмы заказывала в сорок шестом размере они немного большие мне приходили но я что-то знаете почему-то думала что они будут вдруг давать усадку на самом деле костюмы не давали усадку и теперь они у меня лежат и ждут когда не будет носить алиса а для себя я решила заказать вот такой костюмчик в зеленом цвете с начесом классные штаны смотрите смотрите как хорошо прошита резинка карманы тепленькие кофточка тоже обалденная новая моделька интересная фурнитура симпатичная такая сердечком и воротничок стоечка сейчас я вам покажу с чем я буду носить под что я его брала под жилетку если сегодня мы поедем в сочи то я одену жилеточку свою и будет класс моя любимая моделька спущенный рукав очень теплая жилеточка сняла капюшон и вот что получилось этикеточка торчит одеваем кроссовочки и можно ехать хоть куда я заказала себе кофточку цвете сосна смотрите какой красивый цвет если вот этот зеленый был да вот этот цвет называется это изумрудный цвет изумруд а вот этот сосна голубая сосна очень красиво у меня такая уже есть но она мне немножко большая она бежевого цвета я решила заказать в цвете сосна мне кажется что этот цвет мне будет хорошо она во первых она на начусе она идеально будет смотреться вот с такими брючками но допустим в другом цвете можно заказать такой же цвет сосна или черный цвет тоже с начусиком взять и можно вот вместо такой кофточки которая на замочке можно взять себе например вот такую кофточку но это просто как бы другой вариант смотрите это уже даже не кофточка это как кардиган на заклепочках такая вот прелесть с джинсиками с леггинсами на вечер погулять смотрится очень хорошо очень прилично просто выбирайте тот цвет который вам нравится вариантов цветов очень много но мне понравился вот этот цвет сосна симпатичный даже если я ее носить не буду туалисе тоже хорошо будет этот цвет так что очень довольна этой покупкой красиво фурнитура золотистого цвета можно даже не застегивать и вот так вечерочком накидывать и ходить гулять заказала полотенца давно хотела заказать полотенчики вот с такими узелочками мне прям интересно было будут они развязываться или не будут когда их нужно будет постирать смотрится очень необычно сами полотенца конечно же из стопроцентного хлопка рисунок такой растительный орнамент очень мне нравится но посмотрите какая прелесть цвет шикарно конечно нужно только купить будет мне такую тесеночку чтобы сделать петельки но будет очень красиво смотреться если еще узелки не развяжутся а мы с вами об этом обязательно узнаем следующих моих видео да будет смотреться очень хорошо а еще заказала и конечно же я заказала дополнительные подушки на стулья подушечки из плюша очень мягкие нежные у любимого василька на сайте есть много разных подушек из ракушки из льна ну действительно огромный большой такой прям выбор но мне очень нравится из плюша я их обожаю вот у меня сейчас светленькие белые лежат на стульях но не сильно марки у нас алиса обожает есть гранат гранат у нас повсюду поэтому я решила взять что-нибудь более такое темненькое но чтоб не сильно отличалась от наших например даже обоих на обоих у нас есть голубые цветочки поэтому подушечка это будет просто идеально идеально кстати любимый василек переехал на другой сайт поэтому я вам оставлю ссылку в описании под этим видео это будет ссылка уже на новый более удобный сайт мы приехали за алиса и лёша пошел ее встречать здесь у нас такие здания красивые стоят особенно мне очень нравится вот это вот здание цветы здесь продают цветы она все такое в стиле прованс ли там очень красиво много роз это лаванда вся цветет представляете облако просто облако красивое здание ну что ребят мы все-таки едем за мамой как вы видите я одела уже свой костюмчик мама уже в челябинске у нины и вылетает она рано-рано утром и у нас будет где-то часов в 7 утра поэтому мы решили что поедем за ней именно сейчас чтобы по ночи не ехать и чтобы было время отдохнуть то есть приедем пораньше отдохнем немножечко маму встретим и поедем домой так ребят в общем алиса с нами не едет она осталась в общем и целом в общем и целом решила остаться дома потому что хочет погулять но сначала она конечно я поеду с вами лёша говорит очень интересного это просто поездка ты все время будешь машине оставайся дома у дедушки с бабушкой ночевать останешься там с ребятами пойдешь погулять сходишь куда хочешь куда надо поэтому пусть остается а мы едем за бабой ледой а то есть а а но а 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 Едем с Лешей, разговариваем, тут упреки небольшие в мою сторону, что я не умею отдыхать, что я не умею расслабляться, у меня работа на первом месте, в общем, ему это не нравится, а я, ребята, трудоголик. Мне нравится снимать видео, если я буду отдыхать, то я ничего не сниму. Мы едем по Туапсе. Воня ужасная, вонь просто ужасная, я не знаю, как здесь люди живут, я не знаю, честно, это очень-очень неприятный запах, это нефтепереработка, но вот просто даже, смотрите, не покажет, наверное, камера. Такая завеса, да, Леш, висит вот здесь, вот особенно. Мне кажется, даже в Челябинске не такой противный запах, как здесь. Ну, такой неприятный, я не знаю, более ли он вреден для людей, чем в Челябинске, но здесь пахнет очень нехорошо, прям очень нехорошо, смотрите. Ну, и от машин тоже смог. Мы заехали на Роснефть, наконец-то, ну, мы в Туапсе, ребят, чуть-чуть проехали, правда, где мы находимся? Ребят, мы взяли сосиски, сосисочки, все, как всегда, на заправках почему-то нельзя снимать, что там у них такого секретного, я не знаю. Ну, в общем, мне сказали, у нас нельзя снимать, а может, я вообще разговаривала просто по видеозвонку, да? Тоже такое может быть? Надо было притвориться. Как? Алло, да, 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 да. Печеньки называются «Плазма плюс» с шоколадом. Ну как? Норм? Пойдет? Вот такие маленькие. Езжаем в Сочи, да? Да, да, да. Все, мы приехали в Сочи, нашли гостевой дом, называется «Вилла Рауза». Сейчас в него пойдем. А где она сказала «Вилла Рауза»? Вокруг, вокруг нужно обойти магнит, она говорит, с другой стороны крылечко. С какой, с левой или с правой? Без разницы, она, видимо, посередине находится. Она говорит, обойдите и за магнитом. Ну, нам просто удобно, мы у ближайшего дома остановились, загуглили его адрес, и высветилось, что здесь есть гостевой дом. И что, и у них парковки нету? Нету парковки. Как это вокруг? Вот это вот единственная парковка. Офигеть. Да. Вокруг обойдите, но у нас парковки нету, да? Ну, точно останавливаемся, да? Конечно. Мы с Лешей зашли в магнит, ну, уже вот взяли, сами видите, кефир, водичка, яички. Алисия взяла яички, она все еще у нас увлекается коллекционированием. Это она дает еще QR-код. Да. Сразу вот это. Вот так. Вот так. А тут есть QR-код? Нет, там нет, только на молочных продуктах. Вот таких яичек у нас еще нет в станице, поэтому я взяла Алиси три штучки. Там типа липучка внутри должна быть. В Сочи дождина, а мы идем в виллу Раузу. Ищем, ищем эту виллу. Вот ты меня что, обманула? Ой, Виктория. Так, ребят, вот такой холл вилла Рауза. Вилла Рауза. Как тебя угораздило здесь остановиться? А я у магнита остановился. Слушай, ну нормально. Мы вот машину припарковали, вот сразу же вышли, вот вилла, вот магнит. Нормально. Ну ладно, до 7 утра нам пойдет. Почему до 7? Я думаю, что часов до 6, наверное. До 6 даже, да. Да, до 6. И подъедем к аэропорту пораньше, подождем, ничего страшного. Там покемарим, полежим. Ну вдруг мама раньше полетит. Ну да, да, здрасте. Вилла Рауза попала в Просак. Просаку попала. Короче, нам не могут открыть номер, что-то не программируется, ключ электронный. Ага. Вот так здесь кошечки меняли. Погода паснет. Да. Вот там вот где-то наш номер. Слушай, уже фото лечь, полежать, да? Ну сейчас завалимся. Ты устала. Смотрим, что за номера, 3000 номер. Еще не сезон, а уже 3000 маленький номер в сутки. Посмотрим, сучки.